Всем привет! С наступающим Новым Годом! А я продолжаю рассказывать о вкусностях, которые могли бы украсить ваш новогодний стол. Сегодня у нас миндальный тарт, очень вкусная, простая выпечка, которую может повторить каждый из вас дома. Что нам нужно для теста? 200 граммов муки, 120 граммов сливочного масла, 2 желтка, 50 граммов сахарной пудры, ваниль по вкусу, щепотка соли. Теперь мы все это смешиваем в одной емкости и мешаем таким образом. Долго вымешивать песочное тесто нельзя, нужно быстро превратить его в комочек, как только тесто начнет склеиваться, все, оно у нас готово. Обычно это делают руками, потому что масло от температуры рук тает и завязывается вместе с мукой, превращая его в тесто. Почему еще в песочное тесто добавлять сахарную пудру? Сахар сам по себе имеет крупную крупинку и при высокой температуре он тает в той полости, в которой он сам находится. При остывании замерзает, получается тесто хрустящим, с такими как бы вкраплениями. Сахарная пудра этого не дает, она равномерно распределяется вместе с мукой, яйцом и маслом, превращаясь в единое нежное песочное тесто. Все, буквально пару минут и тесто у нас превратилось вот в такой комок. Теперь я беру форму 24 сантиметра, вот такой вот со съемным дном, это самая удобная форма. Нашего объема теста должно хватить именно на такую форму. Если вы используете форму 22 сантиметра, то у вас просто чуть-чуть толще будет сам слой пирога. Кто-то рекомендует раскатывать тесто на столе скалкой, потом накрывать форму. Я предпочитаю все это делать пальцами, тогда мы точно знаем какая толщина, на какой стороне. Можем регулировать с легкостью и вообще руками, конечно, всегда работать приятно. Для тех, кто не в курсе, песочное тесто содержит большое количество сливочного масла, поэтому форму обычно не смазывают, когда закладывают песочное тесто. Оно достаточно жирное само по себе и поэтому не будет прилипать к стенкам формы. Вот таким образом главное сделать хороший уголочек вот здесь, чтобы у вас стенка была не очень толстая и тоненькое дно. У нас получилась вот такая вот форма полностью с распределенным в ней тестом. Обязательно нужно взять вилку и наколоть его по всему периметру для того, чтобы во время выпекания оно не поднималось. Накалывайте как попало, все равно здесь будет начинка, поэтому никто не увидит, хотя кто-то любит какие-то экзотические моменты. Бока обязательно тоже нужно проколоть и отправляем наше тесто в холодильник на полчаса для остывания. Для начинки нам понадобится 120 граммов миндальной муки, 120 граммов сахарной пудры, 120 граммов сливочного масла, 20 граммов обычной хлебопекарной муки, 10 граммов мака и 1 грамм чили перца острого. Для того, чтобы сделать пышную начинку, нам вначале нужно взбить яйца. Я разбиваю яйца в емкость для взбивания, прям желток с белком вместе. Отсюда я возьму пару ложек сахарной пудры, чтобы лучше взбивались яйца. И все, миксер с венчиками главное. Взбиваем все это в такую густую пену. Яйца взбились. Очень важный элемент, нам нужно натереть цедру лайма. Делаем это прямо в сухие ингредиенты. Можно, конечно, использовать лимон, но у лайма особый аромат. Он пахнет по-другому. Это тоже вроде бы цитрусовый. Можете, кстати, и мандарин попробовать к Новому году. Вообще на столе у всех есть мандарины. Я вот решил лайм. Миндаль с лаймом, когда будет запекаться, объединяются ароматы и наш миндальный тарт или миндальная тарталетка, кто как хочет. Если маленькая тарталетка, большой тарт превращается в настоящее цитрусовое новогоднее волшебство. Лайм натерли. Все сухие ингредиенты перемешиваем. Смотрим, чтобы не было никаких комочков. Чили перец. Почему я добавляю чили перец? Многие добавляют сухую корицу, кто-то добавляет там кардамон молотый или еще что-то. Я считаю, что миндаль не нужно ничем дополнительно ароматизировать в плане пряности, но чили перец создает вот этот вот, вот эту легкую жгучесть и пикантность, которой как раз не хватает зимой. Поэтому горячий тарт с легким, с легкой, с легкой остринкой, конечно, очень создает интересный фон. У нас получилась такая вот орехово-сахарная масса с маком и ванильным сахаром. О, класс! Теперь выливаем масло. Значит, кто-то рекомендует масло взбивать там с сахаром, потом добавляйте туда желтки, еще что-то. Ерунда все это. Просто добавляйте масло в сухую смесь. Вот так надо перемешать и следом сейчас будем туда вводить наши желтки с белками. Класс! Все, пахнет то, что надо. Обязательно лопаточку выливаем смесь нашу вот сюда. Не оставляем ни капли той емкости, в которой мы взбивали. Все сюда, сюда, сюда. Вот этот воздух, который мы поставляем вместе с яичными желтками, вот он и даст нам пышность нашей начинки. Теперь все аккуратно, лопаточку перемешиваем. Особо не паримся. Что там? Сколько будет воздуха, столько будет. Разрыхлитель не добавляли, потому что у нас яйцо взбитое. Достаточно. Оно работает как разрыхлитель в том числе. Получилась вот такая вот масса. Сладкая, вкусная, ароматная, красивая. Теперь достаем наше тесто, которое остыло. Сюда выливаем начинку. Начинка достаточно жидкая, поэтому ее выравнивать тут не нужно. Главное, лейте в центр, она сама заполнит. Весь корж по периметру растечется. Так, в духовках Мидея смотрите, что есть. Фиксатор решетки, решетка сама выдерживает 15 килограмм. Ставим сюда наш миндальный тарт, задвигаем аккуратно и 200 градусов вверх-вниз без конвекции. Таймер выставляем 45 минут. Через 45 минут он нам просигналит, что наш тарт готов. Тарт у нас зарумянился. Вынимаем его на плиту. Ну что ж, миндальный тарт пора резать. Значит, оп, вдоль. Раскрываем его. И что мы видим? Великолепие внутри. Посмотрите, какой он шикарный. Золотистая корочка. Ну и, соответственно, дальше делаем что? Режем его вот так, вот так, вот так. Переносим его вот сюда. Шикарное песочное тесто. Это самое, что ни на есть новогодний, удивительный, восхитительный пирог. Теперь мы его украшаем ягодками, чтобы было все по-праздничному. Красиво. Обязательно голубику, потому что это, наверное, единственная ягода, которую можно зимой, перед Новым годом найти в магазинах. Если нет ягодки, украшайте маринованными грибами. Теперь сахарная пудра. О, какой красивый снег. Теперь тертый миндаль для усиления вкуса. Он тоже у нас получается, как снежок такой. И, конечно же, зеленая, красивая. Выбирайте только самые красивые свежие листочки. Восхитительный, обворожительный, ароматный и просто прекраснейший новогодний десерт готов. С наступающим Новым годом! Мидея, почувствуй себя дома!